так все включаю правее режим не беспокойно полетели на судебное заседание суде один из ты чек взял из автомобиля нет возьми пожалуйста наставь это его но возьми мы же должны приобщить час ты стал их сфоткаешь но хорошо фоткаю сфотку и приятно приобщаться ради ну конечно за чеком не включена так тяжело звучать отдыхать отключите свет пожалуйста консатин можно светом включить все чуть-чуть скорее задыхаешь так все раскидывай все что задыхает я тебе сказал что здесь неужели что-то 50 все не 31 это 27 см 30 7 25 ну короче какой то что пошли какой этаж нет 155 это все давай потихоньку не спеши чтобы скоро не вызывать нахер обалдел но вот время и общей шоу ведут всех она не пришла нет и говорите худеть надо как минимум это раз так на тачина нас чем-то активным вот такую конкретно началось где-то с неделю назад просто чуть подвигался все я дышал отдыхаю так паспорт я не забрал так паспорт я не спеши что-то не дойдет так паспорт я сейчас сдох не спеши я вам микрофон будет включить красоте мы кузнецова на 14 30 верится с поднесет человек просто очень медленно идет здоровье не такой как у меня фонтан как он подойдет паспорт даст доверенность доверенность и паспорт все отдыши Чего? Отдышите. Кстати, я знаю, как ты отдыхаешься. Слушай, это какой-то ужас. Не может быть это, я же что, потолстил, что... Не вне хайна. Все, неделю назад появилась. Настолько у меня не было. Называется возраст. Может ты сам будешь вот так приводить? Так я без проблем. Ты мне, по большому счету, не нужен. А ты сдохнул, с несчастным. Просто думал, ты хочешь для практики. Слушай, а что там про больницу? Вот этот ролик по поводу зубного. В итоге, чем все закончилось? Да ничего, если в конце досмотрел... Обезболили или что? Ничего не сделал. Сделали снимок, сказали, что фигово видать. Ты же это... Нет, я понял. Я имею в виду, что в итоге-то потом чем закончилось? Домой поехали? Ничего. Мы сели, поехали на Гагарина. На Гагарина нет никакого круглосуточного. И поехали домой. А утром поехали по острову Болю. Североморцев 56. И в итоге вскрыли, и там гной. А гной, да? Да. А есть документально это зафиксировано? Да. Да. Так давай засудим их нахрен. Давай. Кстати. Я с ним... Она же определила, что нет гноя. Ага. То есть, в принципе, рисковал, ну человек рисковал жизнью. Да. То есть, в кровоток, если бы это стукнуло, там буквально несколько минут и смерть. Ну, заражение крови как минимум. Ну, все. Мозг и вот это зуб, это очень опасно. Это летальный сход может быть. Точно есть справка, да, что там гной? Ну, он же делал, скрывал, конечно. Он же писал, что... Ну, я не знаю, что он делал. Документально есть подтверждение? Ну, конечно. Все, скидывай. Давай подадим в суд. Давай 2-го числа мы пойдем к врачу, я поднимусь к нему. Возьми все это до выписку, что конкретно было. А, что выписку дал, да. Она врач, она не оказала медицинскую помощь на месте. Она и рентген... Я вижу, нету. Она и рентген-то не смотрела. А даже если даже что-то там видела, она просто из-за принципа пошла на то, что говорится, у вас все хорошо. Угу. У тебя очень хорошо пишут. Услышат, да, что я сказал. Да, да. Очень четко. Вот, кстати, надо взять выписку. И с ней поехать. Да. Туда. И желательно поехать вечером. Не когда народу было, наверное, да? Или когда начать? Найти ее и сказать, слушай, лицевой хирург, который визуально определяет наличие гноя у человека. Читай вслух, с выражением, под видеозапись. Угу. Надо знать, как она работает. И днем лучше приехать, как раз руководится на месте. Пускай не... Справочку получи. Нет руки, а там печатано, чтобы все было. Что бы говорится. Да, надо сказать, что он. Заверен на мужчину и печать ему заверен. Понимаешь, вот, вот, бесят такие врачи. Ты говоришь, у меня там тот, а тот, а она задает тебе тупые вопросы. Откуда вы знаете? Да. Откуда вы знаете, что у вас болит? Ну, потому что, знаю, у меня болит. Она пытается убедить, что у меня не болит. Вы себя накрутили. У вас все хорошо. У вас под коронкой все хорошо. Откуда вы знаете, что у вас там гной? Угу. 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 Спасибо. Дело рассматривается в Ленинском районе. Сударова Мурманского. Кузнецова, представитель, не уведомил. О причинах неявки не будет возражения. Рассмотреть дело в отсутствии. Отсутствие ответчика? Нет, не будет. Я считаю, что вряд ли они будут обжаловать даже заочное решение. Оно есть только с целью затянуть. Но это не в их интересах, потому что судимые расходы будут платить. В отсутствии ответчика нет возражений? Нет возражений. Считаю, что можно рассмотреть в отсутствии них. У лица нет возражений? Нет. Суд определил, присаживайтесь. Рассмотреть дело при данной явке, учитывая надлежащее извещение стороны ответчика во время судебного распорядка. Так, докладыватель материала дела. В исковом заявлении указали, что 16 сентября 23 года в магазине торговой сети «Магнит» приобрели товар, берегу шампиньона, 300 грамм, по цене 89 рублей, с истекшим сроком годности. Так, указывается о том, что данными действиями ответчика причинен моральный вред. Стец испытал нравственное страдание в связи с нарушением прав потребителя. Так, и со ссылкой на нормы права. Просите взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 5500 рублей, штраф, предусмотренный законом о защите прав потребителя и судебные расходы. Ну, тут не указываете, да, какие расходы. Будет заявлено после вступления в законную силу решение суда отдельным ходатайством, потому что мы не знаем, какие у нас расходы. Вот, в частности, у нас добавился флеш-носитель. Сколько будет судебных заседаний, тоже неизвестно, будет ли они обжаловать. Ко мне Денис Анатольевич обратился с просьбой, чтобы я зафиксировал право нарушений, которые, возможно, мы выявим, а, возможно, не выявим. То есть, эта ситуация такая, что Денис Анатольевич, в данном случае истец, является, на мой взгляд, единственным в городе Мурманске и, скорее всего, области человеком, который борется против просрочки, активно выражает свою позицию. Соответственно, он ко мне обращается, чтобы у него была возможность зафиксировать данное право нарушения, чтобы исключить возможные споры со стороны ответчика, то есть магазина. На видео увидите, что были попытки обвинить нас, что мы там с собой принесли и тому подобное. Соответственно, мы вынуждены ходить вдвоем, чтобы фиксировать, собирать доказательства возможного право нарушения. Тут, в данном случае, оно зафиксировано, право нарушения. Товар приобретали в магазине по адресу Светлая 8, да? Согласно чеку, да, как там все указано. Что за товар был приобретен? Грибы и шампиньоны. На развес или... Нет, упакованный, соответственно, там уже изначально изготовителям указаны сроки годности, сроки изготовления, то есть все прописано, то есть это было все зафиксировано на видео, соответственно, на флеш-носителе есть и фото этого чека, и фото самого товара, и видеозапись. В том числе смонтированный мной видеоролик. Лично я делаю контент на этом, для того, чтобы люди видели, как защищать свои права. Даем определенные пояснения. 89 рублей, да, стоимость этого товара? Как-то решали вопрос в магазине? Были возвращены денежные средства? Возвращены были денежные средства. Какие-то требования заявляли в письменной претензии? С учетом того, что закон о защите прав потребителей, вообще законодательство о защите прав потребителей в данной ситуации не предусматривает обязательный претензионный порядок. Мы не подавали отдельную претензию, как отдельный документ. Мы подали сразу в магазин исковое заявление. К нам никто не обращался, никто вопрос не урегулировался. Соответственно, законодательством о защите прав потребителей в 10-дневный срок в добровольном порядке они не решили данную ситуацию. Моральный вред, естественно, ценил в размере 5 тысяч рублей. В чем он выразился? Почему именно в таком размере, как вы полагаете, находим? Мы исходим из того, что Верховный суд дал и разъяснение, что сам факт нарушения прав потребителей уже является безусловным основанием для компенсации морального вреда. Здесь вопрос дальше о том размере, который подлежит. Я исхожу из того, что Верховный суд разъяснил о том, что не допускается взыскание морального вреда в маленьких суммах. Денис Анатольевич испытывал нравственные страдания. Считает, что любое такое действие со стороны магазина является обманом. Плюс мы подверглись в магазине, в частности это на видео вы видите, в его адрес хамству, обвинением голослованным о том, что он принес с собой. Ну, это лучше один раз увидеть. То есть он достаточно эмоциональный человек и воспринимает близко к сердцу. Соответственно, испытывает нравственные страдания. Возражение отличка. Возражение указывает о несогласии с исковыми требованиями. Полагает, что отношения не регулируются в законодательстве на защите от права потребителя. В данной части ссылаются на недобросовестность поведения от стороны истца. Оказывает, что намеренно приобретаются товары, афишируется данный факт. намеренно приобретаются товары с стекшим или истекающим сроком годности. В данном случае осматривают злоупотребление. Так, и полагают, что не имеются основания для удовлетворения исковых требований в следе с отсутствием доказательств насилия и нравственных страданий. Также указывают, что не указано, где приобретался товар. И полагают, что в целом резюмирует свою позицию с поведением истца, его представителя, в том числе намеренный умышленный поиск, покупка исключительно товаров в стекающем истекшем сроком годности, также систематические походы данных лиц в суды за взысканием, компенсация морального вреда, систематического похода в виде взыскания расходов на юридические услуги, полагают, что говорят о прямомышленном злоупотреблении своими правами, недобросовестном поведении. Просят применить статью 10-го Гражданского кодекса Российской Федерации и отказать удовлетворенность В то, что касается возражений ответчика, хочу обратить внимание, что немножечко устаревшая у них информация, они клепают вот этот вот свой отзыв на исковое заявление везде и всюду. Должны были уже прекратить это делать, либо менять свою позицию. Третий конституционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге уже рассмотрел их невозражения. В частности, Поминов Николай обращался в эту инстанцию. Все суды, которые выносили решения об каком-то там злоупотреблении права и тому подобное, все решения были отменены, направлены на новое рассмотрение и, соответственно, сейчас без проблем. Все суды взыскивают компенсацию морального вреда, причем активная позиция покупателя не может быть истолкована как злоупотребление правом и тому подобное. Да, вы вынуждены фиксировать все на видео, предъявлять ее на оплату, потому что только так можно доказать нарушение прав. Сам факт реализации товара просроченного, то есть когда он находится на прилавке, то есть так называемая публичная оферта уже говорит о том, что права нарушены. Здесь не имеет значения, в какой момент оплатил покупатель данный товар. Имеет значение, что этот товар просроченный появился на прилавке. И то, что мы там эту работу делаем, да, это именно их работа, они должны это делать. Мы просто им указываем, что нужно вовремя убирать просрочку, нужно вовремя обращать на это внимание. Почему они боятся представляться на видеозапись? Потому что прекрасно понимают, что их руководство не похвалит, сделает выговоры и тому подобное. Поэтому максимально скрывают свои персональные данные. Хотя они обязаны и бейджики показывать, не прятать и тому подобное. И вести себя с покупателями корректно, не хамить им, как вот в данном случае, представьтесь и тому подобное. Я считаю, что данные работники умышленно провоцировали Дениса Анатольевича, который достаточно эмоциональный, его обманывают и в итоге еще какие-то там претензии предъявляют, представятся и тому подобное. В других магазинах сразу же прям с порога извиняются, говорят, все, да, все, исправимся и тому подобное. В каждом магазине свое руководство, свое отношение к покупателям. Сумма во размере 5000, хоть какая-то будет компенсация морального вреда и чтобы людям показать, что все-таки не бойтесь, обращайтесь в суды, защищайте свои права. Потому что Роспотребнадзор устранился от этого, якобы какой-то мораторий, сотрудники полиции в принципе уже не выезжают на вызовы, на обращения, поэтому вынуждены без составления протокола осмотра места происшествия сами фиксировать на видео, на аудио, как угодно там, и обращаться в суд, пользоваться с правом на самозащиту, которое предусмотрено статьей 14 гражданского кодекса. В судебном заседании доказано нарушение прав потребителей, а именно продажа товара просроченного, в связи с чем компенсация морального вреда безусловно подлежит возмещению. Вопрос размера это на усмотрение суда, у нас законодательство не позволяет какие-то фиксированные суммы взыскивать, как бы судья оценивает на свое усмотрение. Но при этом я хочу обратить внимание, что все-таки Верховный суд давал разъяснение на эту тему, что суммы должны быть разумные с точки зрения больших размеров и с точки зрения маленьких размеров. Поэтому сумма в размере 5 тысяч, она разумная и обоснованная. То, что касается судебных расходов, мы их заявим, естественно, уже по вступлению решения в законную силу. Я считаю, что иск нас подлежит удовлетворению взыскания, значит, компенсация морального вреда в размере 5 тысяч и штраф в размере 50 процентов. Это, соответственно, 2,5 тысячи. Поэтому прошу суд взыскать в общей сложности 7,5 тысяч компенсации морального вреда и штрафа за то, что нарушаются права потребителей. И в данном случае поведение ответчика говорит о том, что они не признают право нарушения. Считаю, что суд должен им своим решением объяснить, если они до сих пор не поняли, в том числе решение 3-го Кассационного суда общей юрисдикции, который не так давно рассматривал аналогичные дела. По всей стране рассматриваются эти дела. По всей стране судьи взыскивают компенсацию морального вреда. И у них везде, в независимости, в каком городе подается исковое заявление, под копирку все их отзывы. Прошу взыскать. Спасибо. Меня в качестве защитника не допустили. Просто не допустили. Понятно, что этот приговор подлежит отмене. Но судью нужно за это сажать, прям сразу же сажать. Не ждя отмены приговора. Это все равно, что он достал пистолет, выстрелил в лоб и говорит, обжалуйте. Так вот, факт нарушения. Факт нарушения не допускает защитника по уголовному делу. Что за бред? Где ему прямым текстом указывают о том, что... Кассационный суд, Верховный суд десять раз это разъяснял, что... Нарушение права на защиту, в частности, допущение второго защитника, вот как в моем случае, является грубым процессуальным нарушением, которое влезет в отмену приговора. Он это читает. И он довод, знаешь, какой приводит? Он приводит довод. У него судимость. Человека, которого я защищаю, мне так сказал. То есть, оказывается, если у человека есть судимость, тоже по свободному делу, это отдельная песня про судью Белозерскую, она сядет, я сделаю, она сядет. Меня не лишали там права заниматься какой-то деятельностью. Он прямо говорит, дискриминация. Вот ты сидел, ты лишаешься таких-то, таких-то прав. Без суда и следствия. Ты не имеешь права работать. Мне похли на заключенный договор. На деньги заплаченные. Я так решил. Ты сидел, ты не имеешь права быть защитником. А какой нормой права определено? Может быть, решение какое-то есть? Суда или еще чего-то. Почему он так решил? Так вот, вот это, вот это, является преступлением, злоупотреблением своими полномочиями. Судья должен это знать. И вы это должны знать, когда вы это видите. Потому что там судебные приставы этому всему не препятствовали. Судья не может меня сам это сделать. Он это делает чужими руками. Он дает вам незаконные распоряжения. Выполнение вами незаконного приказа означает, что вы будете также нести ответственность. Потому что подразумевается, что вы знаете законы. И знание законов не освобождает ответ от ответственности. Потому что, если судья скажет, достань пистолет и выстрели ему в голову, вы же не будете этого делать. Потому что это очевидно. И на мой взгляд очевидно, что любой подсудимый имеет право на защитника. Ну любое, это очевидно, это конституционное право. Вы же понимаете это? А судья вот идет на все. На все идет. Лишь бы Мамаева не видеть в судебном заседании. Потому что прекрасно знали, что я развалю это дело. Они знают это, они понимают, что раз дело дошло до суда, оправдательного приговора быть не может. Василий, если вам сейчас, Василий, если он судец сейчас скажет, дубинкой охарить будете? Будет, конечно будет. А куда? Работу-то надо же семью кормить, правильно? Вы же так все рассуждаете. Но говорят, судебный пристав это самая низшая каста. Каста. Не взяли никуда. Сейчас вообще вся вот эта система правоохранительная, то есть вот эта вот дубинка, которая, да, которая вот между богатыми и, ну, у власти которой, и населением. Вот это самая вот эта вот неуважаемая людьми категория. Это сотрудники полиции, судебные приставы. Сейчас люди начинают относиться точно так же к прокуратуре, к судьям, потому что, ну, мы видим, что творится. Они уже начинают объединяться и вместе отбиваться от народа, понимаете? То есть они уже вот это какие-то там досмотры на входе в полицию, на улице в мороз устраивают. Не знаю, видели вы, не видели ролики? Посмотрите. Пришли в полицию с доверителем женщина, и вот выходит и начинает нас на улице, даже не запуская внутрь шмонать вот это все. Женщине говорят, откройте там сумочку. Он говорит, мне газовый баллончик, у меня ножик, это все. И что-то он возит, возит, и что? В итоге мы с газовым баллончиком, с ножиком, со всем этим зашли. Зачем тут это все делал вообще? Говорит, я, говорит, выполняю приказ. Какой приказ? В отдел полиции? Да. В отдел полиции досмотр устраивают на улице. То есть, раньше они закрылись. А, нет, сначала началось как? Они поставили турникеты, потом металлоискатели, потом дверь закрыли на домофон. Теперь уже обыскивают при входе. То есть, чтобы попасть в полицию, ты проходишь анкетирование, они спрашивают, для чего ты пришел, зачем, ну прям вообще вот это все. Потом тебя на улице досматривают, и только потом пускают. Это бред, вот настолько бред. Это вообще, я говорю, бояться, бояться, потому что они понимают, до чего довели народ. Что-то долго судья думает. В прошлый раз как-то, вот в Октябрьском, да, она быстро вышла? Да. Да, очень быстро. Не знаю. Может, какое-то глобальное решение принимают, что делать. Откажешь, если нам откажут? Ну, отменят. Не, ну ты вот нож вообще себе, кто-то говорит, ставишь? Ну, теоретически могу, конечно. Я даже не удивлюсь, потому что я знаю, что это такое. Это будет настолько беспредельно. Если есть команда, то почему бы нет? Своя тельняшка ближе к телу. И судья нарушит все законы? Ну, на мой взгляд, это нарушение. На мой взгляд, это заведомо неправосудное решение. Если решение третьего конституционного суда есть, озвучил. Если она не знает, она может это посмотреть. Понимаешь, здесь не нужно решение какого-то суда. Есть закон. Закон есть, его надо исполнять. Все. Мы-то знаем, но они-то идут на все уловки, чтобы не исполнять. А тут уже разъяснение есть. Все. Пожалуйста. Хотя, ты только что сказал, у тебя не допустили на защиту. Почему вы не говорите? Почему вы не говорите? Там решение очевидно. Но я не удивлюсь, если областной суд оставит это в силе. Нормально все. Я не удивлюсь, потому что я знаю, что такое наш бурманский областной суд. Скорее, что так и будет. Большая вероятность. Но то, что это подлежит отмене, это 100%. Это 100%. А иначе зачем разъяснение Верховного суда? Зачем разъяснение Конституционного суда? Они по этому поводу несколько раз делают разъяснение. Явно, если дело попадет в Верховный суд, то те скажут, ну ребята, мы же вам давали разъяснение, почему вы не учитываете вот это все. Могут учитывать, когда будет ответственность за это. Так видишь, что происходит? Нет ответственности. Я об этом говорю. Вот будет ответственность. Нет ответственности. Знаешь, почему? Потому что люди не доводят до конца. Не добиваются отмены. Они вот ломаются. Либо договорняк идет какой-то, либо тому подобное. Один процент только выруливает. Прошу. Ленинский районный суд города Моменска. В составе председательствующего судья Кузнецова при секретаре Гулиевой с участием из САМОСЛО представителей САМОМАЕВА рассмотрел в открытом на заседании Гражданское дело поиска Масла Дениса Анатольевича к акционерному обществу Тандера в защите прав потребителя в руководстве стационарной студии 499 Гражданского операционного кодекса Российской Федерации. Быск. Решили исковые требования Масла Дениса Анатольевича к акционерному обществу Тандера в защите прав потребителя удовлетворить частично, взыскать с акционерного общества Тандер в пользу Маслу Дениса Анатольевича компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в размере 1000 рублей. В удовлетворении требования Маслу Дениса Анатольевича взыскания с акционерного общества Тандер компенсации морального вреда в сумме превышающей 2000 рублей, отказать, взыскать с акционерного общества Тандер в доход бюджета муниципального образования город Мурманск государственную пошлину в размере 300 рублей. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мурманске областный суд через Ленинский районный суд города Мурманска в течение одного месяца среднего изготовления в окончательной форме. Результативная часть решения подписана. В окончательной форме решение суда будет изготовлено в течение пяти рабочих дней. Копии решения будут направлены посредством почтовой связи в адрес сторон и представителя. Разъясняю, что с протоколом судебного заседания результатами аудиопротоколирования можете ознакомиться с замечанием и приносить в установленный законом срок в течение пяти дней со дня изготовления подписания протокола судебного заседания. Протокол судебного заседания изготавливается в течение трех дней рабочих со дня окончания судебного заседания. Содержание результивной части решения сроки порядок обжалования, ознакомления с протоколом весны. Как Ваша фамилия? Я ее называла несколько раз в ходе судебного заседания Кузнецова. Татьяна Сергеевна называла. Считаю, что Ваша сумма занижена. В следующий раз будет не две тысячи, а тысяча. Короче, мы так постепенно к 500 рублям придем. Ну это видимо вот это. Из категории той Чернова или кто она там. Зарплата 200 тысяч, а компенсация 200 рублей. Нормально. Да. Так, держи. Хотелось бы сказать судям спасибо за то, что вы выносите справедливые решения. Тут вопрос не о законности. То, что закон на нашей стороне, это очевидно. Но должно быть еще справедливость. Что же должно произойти, чтобы нам выплатили хотя бы 5 тысяч? Чтобы Василий в магазине на нас напал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok